Дорогие Господи, если честные отцы, братья и сестры, закончился четвертый день, может, еще не до конца, завтра Божественная Патургия, но уже на пятницу, четвертый день, когда мы читали Великий Канон Андрея Кривского. Я хотел бы сказать о том, что когда человек, приходит в этот мир, он приходит в немощном состоянии, маленький, слабый, бессознательный. Потом потихонечку человек возрастает и научается многому сначала семейным делам, житейским, образовывается в школе, потом какие-то появляются у него цели, задачи, достижения каких-то образовательных, стяжательных моментов, семейных. И если человек приходит в духовный разум, то в нем появляются духовные цели. Главная цель человеческой жизни, христианской жизни, как говорит преподобный Семофим Саровский, это стяжание святаго Духа Божия. Если сказать другими словами, что цель на земле купить билет, купить путевку в Царство Небесное, получить небесную прописку, уже здесь на земле стяжать благодать Духа Святаго и положить начало Царства Небесное здесь на земле. А так, конечно, в земле рая нет, здесь добро со злот перемешано, рай с атом перемешан, а Царство Небесное на небеса. И вот много способов достижения этой цели. Тот же Серафим Саровский, когда был купцом, он говорил, что, как в сегодняшнем каноне, говорит, если мудро жить и достигать духовного богатства, то будешь как великий купец. И вот преподобный Серафим был сначала сыном купца, сам стал купцом, а потом пришел в монастырь и стал духовным стяжателем благодати Духа Святаго. Сам стяжал и нас, в чай, как и благодати. И он говорит, что стяжать деньги можно разных способов. В одному одни таланты, в другом другие. В жизни одни обстоятельства экономические, физические, другие политические, военные, а в другой момент другие обстоятельства. И поэтому Тома Стерю, Тома, с помощью духовной жизни, если смотреть поклонов и духовных подвигов, постов, то стяжаем в этом благодать, то с помощью смирения, то с помощью новосердия, послушания, воздержания. То есть, и он говорит, что больше приносит благодать, тем на то надо набирать, на то надо и усердствовать. И это очень разумно. Но, так скажем, если говоря, брать про главный путь, хоть он и узкий, но основной царский путь – это идти путем молитвы и поста. Таким образом изгоняются весовские силы из человека, как Господь говорит, что молитвой и постом изгоняется враг. Конечно же, нужно, прежде всего, вера, нужно послушание, нужно жизнь поверения, смирения, благодарения и много других добродетелей. Но я хотел бы сказать несколько слов о молитве и посте. Сейчас идет Великий пост. Пост – это воздержание, в основном, тележных чувств, воздержание от супружеских, от еды, от других каких-то возможностей. Но, конечно же, пост – это воздержание духовное, потому что у нас есть личность, душа, и душа, бывает, склоняется к плотким утехам, а бывает возносится, воздвигается в духовном стремлении. И мы знаем, что сама по себе душа, она тоже не мощна, как и тело. Но когда она с Богом душа, когда она с молитвой, пост дается телу, а в душе молитва, то человек, цельный человек, который состоит из души, тела и вышедший в части духа, разума, словесные части, то такой человек начинает, как говорится, идти от силы в силу, возрастать духовно. А когда плод начинает в душе возобладать, и душа становится плодолюбивой, любящей плод, любящей плоски утехи, то духовное прием засыхает. Поэтому надо, чтобы наоборот, телесное знало меру, потому что тело знает всегда меру. Многое есть плохо, и мало есть уже слабости человека призывает. Так и во всем. Тело знает разумность, поэтому надо его постоянно осаждать. Оно имеет свойство все больше и больше есть, больше пить, больше веселиться, услаждаться, и надо на нем держать узду. Вот взять, например, про воспитание детей. Дети сейчас все разбалованы. Вот это советское воспитание, а тем более сейчас демократический период, так как либеральный, западный, западенский, и мы просто детей воспитываем, они у нас какие-то королицы, они императоры ходят, а мы вокруг них крутимся. Ребенка с грудного возраста практически закутывали плотные руки и ноги, подпищал, подпищал, и уже немножко смеялся. И там, и, конечно, его любили, его там лелеяли, но он всегда сдал свою меру, свое место, и был послушный, смиренный. Так вот и дальше он разбивался. А сейчас, конечно, когда нас уже разбаловали, и мы гордые, мы распущенные, нам очень трудно смиряться, нам трудно поститься, трудно молиться, но надо преодолевать себя с Божьей помощью. Поэтому пост и молитва – это такие два крыла, которые отгоняют бесовскую силу и которые привлекают благодать Божию. Сказано, вздох художную душу не вгидит премудрость Божию. И также и в сытное тело тоже не войдет премудрость Божия. Ну, так скажем, всякое бывает. Благодать Божия, дух одержит почерк, дышит, но когда человек воздержанно живет, не обязательно он худой, больной, нет, он просто воздерживает свою плоть от развлечений. Когда он душу свою идет в тонусе и насыщает ее непрестанной молитвой, самосокрушением, самопокаянием, самонежелением, а самосокрушением, то есть сокрушает свою душу, осознает свою немощь, свое падение, то такой человек понимает свою слабость и бессилие перед этой жизнью, перед весами, перед искушениями, которые его окружают. И он все в своем сердце обращается ко Господу. Непрестанно обращает Господь Иисусе Христе, Сыне Господне, помилуй мне грешную, помилуй грешную мою душу, молитвами Богородницы и всех святых. И молится различными молитвами от всего сердца. И Господь слышит простую и искреннюю молитву. И если человек старается это делать часто, а по возможности, как произывает Священное Писание, непрестанно, то такая молитва, она отгоняет бессовскую силу. Человек как бы подключается к проблему, ну, как говорится, к телефонной трубке. Если он звонишь своему знакомому, если там занято, значит он с кем-то разговаривает. Так и человек, когда он беседует с Богом, то есть молится, благодарит Бога, хвалит, величает, славословит, каятся, просит что-то, беседует с благовением, то бесс не может подключиться к нам. А только мы отходим от Бога, только забываем о Боге, о своем грешнике, ну, если нет никакого рядом человека, которому надо что-то обсудить житейски, то тут же враг подключается к нашему каналу сердечному, умному, и нас разводит, как хочет, просто размазывает, как говорится, и мы катимся, падаем и становимся просто грешником, и падшим грешником, и все, чем дальше, тем больше. Поэтому, если человек, праздно живущий, обратит внимание на свой внутренний духовный мир, как он молится, какие мысли к нему приходят, какие уходят, какие давят на него, если чем больше он будет раскапывать вот это вот, как скажем, такой раскопки проведет в своем умном, духовном делании, то он видит, что он находится под полным влиянием сатанинских сил, и что помимо самих грехов, которые ему постоянно падают, и в праздности и суете, в которые он находится, он еще все больше и больше стяжает всяких страстей и пороков, и у него естество, данное ему Богом доброе, простое, искреннее, становится падшим, зависимым и греховным. Поэтому, дорогие братья и сестры, Господь призывает нас непрестанной молитвой. Куда бы мы ни шли, что бы мы ни делали, мы должны постоянно, можно быть, телом, глазами быть в этом событии и даже где-то и умом в ситуации, но в свое сердце и тоже и ум постоянно отдавать Богу. Потому что, когда мы с Богом, Господь нас просвещает. Мы уже не во дни ходим, а во свете. Господь нам освещает наш путь, направляет нас. И вот эта цель, к которой мы идем, стяжание Святого Духа, Царства Небесной, наша цель, она нам открывается, и мы, хотя нас сейчас, если, как говорится, ветром и течением уносит в разные стороны, но мы все равно держимся в этом курсе, в Царстве Небесное. Когда же мы забываем про Бога, нас враг дезориентирует, мы отвлекаемся сначала, а потом нас уносит в море житейское, куда-то в бездну, и мы можем легко погибнуть и погибаем. Поэтому, братья и сестры, когда не знаем о Бога, то Господь как-то нас печет, печется о нас. Когда же мы узнаем про Бога, тоже долгое время Господь с маленькими с нами возится, но когда мы начинаем уже возрастать и уходит это золотое время детства, юности, юношества, взросления, когда мы должны все силы отдать не разврату, не какое-то там увлечению, богатством, ну, разными житейскими суетами, мы должны, может быть, это и делать, но мы должны про Бога не забывать, потому что, когда мы с Богом, вот, когда мы забываем про Бога, нас уносят эти житейские дела, подходит время уже старости, а мы все на месте стоим, а то и назад катимся, топчемся, суетимся, а нам надо очень много, сильно и трудиться, подвязаться, и каяться, плакать о своих грехах. Вот, кое воздаёт рудание, поёт, в псалмах, в каноне аналикритском, какое воздано рудание, о своём грешнике, и нам надо, братья и сестры, не забывать об этом, когда мы осознаём свою греховность, мыкаемся, мы умиряемся, мы сокрушаемся, и Господь, видя наше покаяние, рад идти нам с на встречу, как плудно в сына, на черен, и возбудит нас в своём достоинстве, царском сыновне, дочернем, к чему Господь нас призвал, и мы достойно войдём в Царствие Небесное. Услышим благословенный глаз Отца Небесного, придите благословение Отца Моя, но вы достигнуете, готовное вам Царствие, от сожжение мира. Аминь. Проминь вас, Господь, Божьей помощи, и давайте будем расслабляться, заложили хороший фундамент будущего своего строения, как говорится, хорошо запрекли, вот эти первые дни, входили и на ритургии, многие из вас, и на канон, сегодня пришло достаточно немало человек, давайте и дальше будем трудиться, читать Святых Отцов, советоваться с духовными наставниками, молиться, за всё благодарить, никого не осуждать, поститься, молиться, молиться и спасаться. Аминь, Господь, Моя.